Итак, продолжаем прохождение Ликориса и потихоньку зачищаем активности в этой локации, и осталось нам чего? Чего нам осталось там? Нам осталось одну тварь запинать, которая вот-вот-вот здесь, и это где? И это где-то тут? А, нет, это в другой стороне, это где-то вот тут. Да, верно же. Да, это где-то там. Водяной паук-демон. Вот пауков мне как раз таки не хватало. Интересно, а как Шарлотта к этому относится, которая живет на голове у Кирито, то, что мы ее собрать и мы будем сейчас того. Не, ну погодите, ну должна же, блин, а вдруг в этой игре вообще Шарлотты нету? Вот этот вопрос интересный. В озере? Господи, я все берега обшарил. Там же написано в развалинах, в развалинах, сюк, я все развалины вдоль и поперек, поперек и вдоль. Усюк! Ну, осуждаю. Очень осуждаю. Так. Ладно, хрен с маленькими паучками. Давайте уже. Ммм. А я, кстати, догадываюсь, почему мне так больно. Ммм. Так, стоп, треба умений. Ммм. Я догадываюсь, почему мне так больно. Возможно, поэтому. Защита 19. Возможно, это бомжу броня. И, возможно, поэтому мне так больно. Так, ладно. Ммм. Так. А как вообще ее убрать-то? А, вот, снять. Ладно, давайте бегать вот так. Чтобы чувствовался прогресс пока. А давайте будем бегать вот именно в том, в чем игра родила. Не давала мне кольцо. Не давала. Если бы она дала кольцо, поверим, мы бы с ней уже были в ЗАГСе. Короче, мне больно сейчас. Будет очень. Или стоп, или мне и правда она кольцо давала. Не, я же не нашел пробирки. А, это весь босс. Периодно. Господи, я тут уже подготовился, набапался. Думаю, сейчас меня отхлобучат. А, вот он. О, уровень повышен, славно. А это вот был весь босс. Годи, мне аптекарша кольцо не давала. Почему она мне его не дала? Потому что я не нашел пробирки. Типа вот. У меня нет аксессуаров. Если бы у меня работали быстрые переходы, я бы сейчас туда прыгнул. Я бы прыгнул в озеро и нашел бы ей эти инструменты. Но, блин. Пока переходы почему-то не особо хотят работать. Так, все, убил я твоего паука. Сумел найти его? Отличная работа. Как опытный охотник, хочу поздравить тебя с успехом. Ага, да, спасибо. Опытный, блин, охотник. Деньги давай. Лист петрушки, лист мяты, лист розмарина. Ну, такое. Открыто сведения о живых обитателях этого района. В смысле? Кто? Кто тут? А босс какой-то, мини-босс. Мини-мини-босс. А, ну погодите. Это ж пауки. Где мы только что убивали. Ну да. Ясно, понятно. И все же, что у нас с быстрыми переходами, почему они не фуручут? Так, карта... Карта мира. Так, не пещера. Я хочу в рулип. Открыть карту местности. Быстрый переход невозможен. Посему? Я бы сейчас забрал инструменты. Блин, ну там осталось всего два квеста. Два. А мне там осталось что? Мне осталось инструменты найти. И мне осталось краба сдать. Вот. И давайте сходим и добьем. Потому что да. Потому что это не дело. Оставлять два квеста. Плюс в награду мы получим кольцо. Как сказал Азур. Так что пойдем. Пойдем добьем ту локацию полностью уже. Чтобы с щитой совестью можно было уйти. Я просто спать не смогу. Я не весь лут из локации получил. А я не все активности там выполнил. Ну, бежать не особо далеко. К счастью. По пути нам пинать никого не нужно. Просто бежим прямо. Правда, туда ли я бегу? Ну, вроде бы как туда. Надеюсь. Да, вроде туда. Эта дорога ведет обратно в рулит. Надо скорее попасть в закар... Ах вы сюки! Ах вы... Ах вот так вот. Вот так вот, значит. А я еще и телепорт не активировал. Ммм. Не, ну я считаю, что это подло. Вот, ага. Вот то, как они поступили и не пустили меня. Это как минимум... Так, сейчас бы не свалиться. Надо идти все-таки тот телепорт активировать. Это как минимум подло. Транспорта не завезли. И завезли фаст-тревелы, но пока они не работают. Кири-то пока, ну, по оси. И вот. Кролик! Сука! Тварь! Амря! Я уже знаю, что с ними делать. Это мое рагу. Так, где-то здесь, да, был? Вроде бы как. Ммм. Нет. Столб света был где-то здесь. Я вот-вот-вот готов. Прям. Ну, нет, видимо... Видимо, я ошибся и так просто туда не попасть. Хорошо, все. А тогда идем... А, вот же он. Фу. Да, я был прав. И заодно засейвимся. Давненько этого не делали. А, ну это статуя легендарного воина. Уровень 15. А, ну все. Все, что нужно, мы здесь сделали. Так что можно двигаться в Закарию. Можно идти по основному сюжету. Осталось нам добить вот только квесты в Рулиде. Два штуки. А здесь вроде как всем помогли. Ммм, еще немножко рысей. Не, спасибо мне. Мне вашей той рыси хватило. Прям с головой. Неинтересно, что крафтить с веткой дерева. Не, а что-то же с ней можно крафтить. Ммм, так. Давайте-ка лучше вы меня поведете автопутем. Потому что я сейчас, блин, забреду куда-нибудь в какими-то дебри. Где? Навигатор. Вот он. Пожалуй, предпочту двигаться по стрелочке. Так, я точно не заблужусь. Ааа, кролик сюк! В смысле лута нету? Вот, все, есть, хорошо. Вот, 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 вот. Раньше бы кролики так попадались. Так. Я с автопути сбился. Из-за кроликов. А, ну, разве... Да, а, кстати, кстати, это же эти можно... А вдруг это, чтобы эту плетку крафтить? Ну, да. И такое же тип оружия тоже подвезли нам. Так, ну, эту статую я зачищал, верно? Не реагирует. Значит, либо не зачищал, либо зачистил. Я не помню уже. Так, ну, почти добрались. Правда, Закарии пока не видно. Ей даже не пахнет нигде. Город-то не маленький или вот? Стоп, 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 это че? А город-то вроде бы как не маленький. А, стоп, а не врата ли это Закарии? Господа. Возможно, а может и нет. Ну-ка. Да не, не похоже. Это горы. Ну, и, кстати, надо бы глянуть это. Как у нас там прокачиваются навыки владения мечом. Потому что пинали мы уже многих. Пинали мы уже долго. Надо посмотреть, что из этого вышло. Как она там реагирует, не реагирует. Нет, мы добрались до Закарии все же. Вот она. Горы Саснал. Ну, это же прямой путь в Закарио. Так, окей. Допустим. Ну, чего у нас по этому самому? Так, статус, статус, статус. Права управления системой 12. Урон 40. ХП 1800. Уровень 13. Так, ладно, да пусть. О, кстати, Медину. Можно там, может, скоро будет посмотреть. Вот, развитие. Что? О, 171. То есть, где-то, где-то, да. Почти пятую часть. Шестую часть, в общем. Мы уже прокачали. О, владение одноручными мечами. Так, рапиры, кинжалы, дубины, плети, катаны, двуручные мечи и луки. Окей. Ну, выглядит красиво. Вот, ну, 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 красиво. Прям красиво-красиво. Смотрится очень приятно и глаз радуется. Так что трейлеры не обманывали. Вне стримов буду сидеть, качать рыбалку. Буду красиво ловить. Короче, принцесса и два бомжа. В деревенской одежде. Большой город, жди нас. Ну, а вот и Закария. Задание выполнено в погоне за мечтой. Наконец-то мы здесь. Так вот она какая. Закария. Значит, здесь мы расстаемся, да? Да. С вами было довольно интересно. Это не значит, что я вам благодарна. Такая мышь Медина просто. Не то, чтобы я тебя любила. Ты ведь лукавишь, правда? Ты опять за свое? Как же ты меня зришь? Ладно, прощайте. Ну и пока. Она действительно ушла. Она явно идет к какой-то цели. Впрочем, мы ведь тоже. Да, действительно. Ладно, идем. Таки добрались. И почему-то стрелочка, где мы находимся, указывает на северную Центурию. Ну, Алекс, мне в Валоранте сезонник нужно батл пасс добивать. Там немного осталось. Триста семьдесят восьмой годы релюдей. Погинув деревню Рулит, мы через несколько дней прибыли в Закарио. Там мы узнали про турнир, на котором отбирались закорийские стражники. До него было пять месяцев. Стражники принимали победителей каждого блока. Мы с Юджуо провели эти месяцы, тренируясь на ферме неподалеку от Закарии. К счастью, нас поместили в разные блоки, так что мы оба могли выиграть. Не к счастью, вас поместили, а Шарлотта вам помогла с помощью магии. Нужно уточнять. Я обошел ловушку своего противника, Егоума, с помощью айнкратского стиля. В итоге, мы с Юджуо победили каждый в своем блоке и стали стражниками. 379 год эры людей, Академия Мастеров Меча Северной Центурии. Через полгода нас пригласили на экзамен в Академию Мастеров Меча. Мы оба вошли в число 12 лучших первокурсников Академии. 12 лучших первокурсников становятся пажами элитных учеников. Меня выбрала вторая по силе ученица. Эм, Салтылина... Сал... Сал... Салрут, господи. Большой знаток тактики. А Юджуо стал пажом выходца из стражников Голгороса Балто. Нам предстояло учиться два года, а затем победить на турнире Единства. Тогда мы бы стали рыцарями Единства и смогли бы войти в Центральный Собор. Юджуо хотел спасти Алису, а мне нужно было связаться с внешним миром. Итак, мы поступили в Академию, но каждый стремился к собственной цели. Ну, Алекс, здесь же основная арка сюжета не алисизация, а то, что идет дальше. Поэтому, если бы они полностью пилили, то игра вышла бы чересчур огромной. Здесь, как раз таки, основные события игры начинаются после... после алисизации Аркаликорис. Выглядит не маленькой Центурия, однако. Глава 1.3. Приказ. Это еще не первая, это еще не конец первой главы, к слову. Общежитие первокурсников. Академия Мастеров Меча Северной Центурии. Не знал, что в Академии Мастеров Меча преподают еще и историю. Тебя это правда радует? Я люблю историю и соскучился по этим урокам, а ты? У нас ведь еще и экзамены. Даже тут приходится готовиться к экзаменам. Даже тут? Э-э-э, неважно. Мне самому не верится, что мы оба прошли испытания и поступили в Академию. Ты был очень хорошим стражником, Юджо. Ты стал гораздо сильнее. Мне еще многому нужно научиться. Ты прошел вступительные испытания лучше меня. Ну, я все-таки твой наставник. Еще бы ты меня обошел. Ну, пожалуй, ты прав. Я очень рад, что мы оба попали в список из 12 лучших. Но я ничего не знал про пажей. Ага, я тоже. Здание школы. При переходе на второй курс, все ученики сдают специальный экзамен. 12 учеников с лучшими баллами получают титул элитных. Они считаются лучшими из лучших. Каждый элитный ученик получает свое распоряжение пажа. Раба, то есть. Пажей выбирают из 12 лучших абитуриентов Академии. Строгие тут правила. Всего по 12 элитных учеников каждый год. А зато, раз мы теперь пажем, нам не нужно убираться в общежитиях. Да и занятия с элитными учениками точно пойдут нам на пользу. Что такое Юджио? Кирито, мы забыли кое-что ужасно важное. Аморик сцену завезут, завезут. Ну, должны завезти. Правда? Наши элитные ученики сказали нам прийти в их комнаты после занятий. Бежим! Мне в мужское общежитие, а ты давай в женское. А кто бы сомневался. Давай, Кирито. Они сказали нам прийти до следующего звонка. Идем. А, точно! Это когда-то встречи. Неужели мы Лину сейчас увидим? Лина-сэмпай. Да. Я уже представилась, когда выбирала тебя в качестве пажа. Но, повторюсь. Я элитная ученица Сартылина, эм, сэрлут. В этом году мы будем тренироваться вместе. О, какая и здесь она, милаха. Все, забираю. Общежитие элитных учеников. Я, Кирито. Уверен, что будет здорово. Тебе предстоит ежедневно составлять мне компанию на тренировках. Также, я буду давать тебе другие задания, вроде уборки моей комнаты. По канону она сказала ему никаких уборок, только ежедневные тренировки. Здесь Лина более злая и суровая. Кирито ненавидит убираться. Конечно. Я постараюсь сделать все как следует. О, Фокс. Ничего. А меня туда не пустили. Я хотел вернуться, чтобы... Это, того. Мне сказали... Нельзя. Замечательно. А я постараюсь научить тебя всему, что знаю о ведении боя. Лина Няха. Что ж, начнем. Предлагаю позаниматься. Хорошо. Ну что, Лина? Айнкратский стиль. Ну да. Центурия, однако, не маленькая. Да это не Центурия, это просто Академия. Это еще просто Академия. Все. Все. Теперь как-то Кирито нужно в реку сбросить, чтобы он... И все. И, в принципе, я счастлив и доволен. Лина! Господи! О, 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 о. Погодите. Стоп. Стоп. Погодите. То есть, я могу прямо сейчас вот сделать вот так вот. Ля. Могу. Боевой наряд с мехом? У-у-у-у. Хе. Ха-ха. Ага. Ну это Лина, видимо, наряд. Может и нет. Блин. Вот Лине идет, она такая прям уф-уф. Ну, пока оставим все по стандарту. Так вот чей-то меч был. Легкий стальной клеймор. Это все-таки меч Лина. Понимаю. Не, я милота-то какая. Ладно, Лина, пойдем. Не, ну милаха же. Да уйди ты, господи. Я добрался до Лины. И сейчас... Блин, ну лучше бы я за Лину попинал Кири-то, не наоборот. Я был бы более счастлив. Большая тренировочная площадка. Для начала, напади на меня так, как тебе угодно. Я отметила тебя еще на вступительном испытании. Ха-а-а. А ведь с тренировочным мечом навыки мечника не работают. Оф-оф. Или стоп, или работают, но только... С малым количеством ударов. Я вот не помню. А с тех пор, мне не терпелось скрестить с тобой клинки. Не салты Лина. Одна из лучших, даже среди элитных учеников. Занимает второе место. Почему же она выбрала меня? На испытании я был только седьмым. А в чем дело? Давай, нападай. Хорошо. Ей можно за Лину напинать Кири-то? Ну пожалуйста. Так, Лина, держись. На сражение в режиме дуэли. На, до трех. Возможно... Нет, стоп, по-моему... Блин. Уф, вот я не помню. Но четырехударный этот вертикальный разрез, или как он там? Или квадрат? В общем, квадрат не получалось делать, потому что там было четыре удара, и он не мог это сделать. Ладно. В режиме дуэли цель фиксируется. В этом режиме вы не сможете убрать оружие до конца боя. А при движении влево или вправо будете обходить цель кругом. Важно правильно блокировать удары. И отклонять. Идеальное блокируемое. Так. Увеличить шкалу испуга противника. Я прям представляю, как... Как Лина пугается. В режиме дуэли, когда ваша шкала попадает... Когда ваша атака попадает в блок противника, иногда может начаться клинч. Нажимайте X, когда указатель будет в центре экрана, чтобы отбросить врага из... Ммм... Для какие дуэли? А подождите! А почему я дерусь со шваброй, а она с веслом? Типа... Лина! Почему она с веслом? Почему я с палкой от швабры? Да Лина, погоди. Че за говно? Ты у нас серьезно... Силы не равны. Вам не кажется? Друзья, у них серьезно весло. Алло, женщина. Но я же все понимаю. Ах, твою ж. Конечно, ничего против не имею, но... А я как бы за честный поединок. А не с веслами. Вот это вот все. Понимаю. Слушайте, у меня же есть баф, и че я? Иди сюда, а сейчас. Сейчас, и на погоди, ай, блин. Кстати, а че у нас по... Давай, Лина. Это все? Это все, на что я был способен? А, ну да. Ну, она с веслом была, серьезно? Задание анкратский стиле выполнено. Ну, окей. Тупо женщина с веслом. Уф. Отлично. Я сразу поняла, что у тебя настоящий талант. Завоевал сердечко Лины. Нет, я не знал, как еще отразить твой удар веслом. Обдумать ее приемы. Что это был за прием? Так ты... Лина, что за умение ты использовала, чтобы заблокировать мой удар? Текущая... Текущая вода. Это продвинутый прием стиля... С... Сэр Лут. Там Сэр Лут же было, а не Сэр Лут. Сэр Лутского, короче, стиля. Нужно дать мечу врага скользнуть по-твоему, а затем лишить его равновесия. Понятно. Но это было очень неожиданно. Я действительно чуть не упал. Стиль Сэр Лут известен моей семье уже много поколений. И да, кто не видел, на канале есть из мобилки история ее стиля, история, когда Лина была маленькой, история ее детства. Так что, если кому интересно, там все вот так. Сэр Лутский стиль? Ам. Научи меня. Да не, спасибо. Давайте прием ее обдумаем. Лина сражается совсем не так, как остальные жители этого мира. Я много чего видел, но ее удары быстрее, чем в Наркеанском... Высоконаркейском, точнее. А я хочу победить. А, ну нет, я не хочу учиться ее стилю. Лина, научи меня Сэр Лутскому стилю. Но... Я... А видишь ли... Я не буду настаивать, если ты не хочешь. Но я чувствую в твоих движениях силу, которой нет больше ни у кого. Просто весла такого ни у кого больше нет. Хорошо. Весь следующий год я буду учить тебя Сэр Лутскому стилю. Ну а сейчас моя очередь. Теперь ты расскажи про свои приемы. Я раньше не встречала таких умений. Что за стиль ты используешь? Это Энкратский стиль. Вот как. Красивое название. Я хочу узнать о нем больше. Мне очень интересно изучить этот стиль. Это большая честь для меня. Я сделаю все, чтобы хорошо освоить бой на мечах. Мы будем драться не только на мечах. Будут плети и другое оружие. Упс. Упс. ПДС Мом попахивает. Вот как. Угу. Угу. Да. И это должно тебя радовать. На таком глубине души радуется. Че. Ладно. На сегодня все. Да Ирина выглядит довольной. Я понимаю, что ты устал, но когда передохнешь, позови сюда своего друга. Ты имеешь ввиду Юджио? Да. Я все объясню, когда вы оба будете здесь. А, хорошо. Я его позову. Спасибо. Да, еще одно. Можешь звать меня просто Лина, Кирита. Не Лина, а Лина. Лина, сэмпай. Лина. Меня так зовут друзья. Нам с тобой предстоит провести вместе немало времени. Лина, сэмпай. Ладно, Лина. Хорошо. До встречи. Уму. Так, мы ее покорили своим навыком владения мечом. Мечом. Угу. План работает. Угу. Так, ну и сейчас мы, видимо, будем тренироваться, учиться. Пока мы здесь, на первом курсе. Привет, Юджио. Есть минутка. А, Кирита. А, че с ним? Ты как? Выглядишь уставшим. Ага. Голгороса, просто нечто. Уверен, в этом году я стану намного сильнее. Ясно. Кажется, тебе приходится непросто. Но я рад, что ты доволен. Прости, что не даю отдохнуть, но нас хочет видеть Лина. Чего? И меня тоже? Ага. Она сказала, что все объяснит, когда мы к ней придем. Ладно. Дай мне минутку собраться. Носиком припудрить, все дела. Лина. О, вы оба здесь. Да, Алекс. Так, о, господи. Вы русский... Русская локализация терминов. Просто, господи, боже, за что? Прости и вырву глаз. Здравствуйте. Здравствуйте, Лина. Я первокурсник Юджуа. Рад познакомиться. Да, Юджуа. Мне тоже приятно познакомиться. Разве оба здесь, я объясню, зачем вас позвала. Академия Мастеров Меча получила несколько запросов от Стража Центурия. Умная чёт новенькая. От Стража? Да. А в последнее время участились нападения зверей, и Стража выбивается из сил. Они просят Академию помочь с работой, с которой сами не справляются? Верно. Ну, официально мы назовём это факультативными занятиями. Такое чувство, будто Стража нас просто использует. Не переживай, Юджуа. Теперь мы можем свободно передвигаться и сражаться в Северной Империи. Да, ты прав. Если смотреть с этой стороны, всё не так уж и плохо. В каждом уроке Академии должно участвовать как минимум три человека. Кажется, это правило ввели из-за огромного количества зверей. Понятно. Поэтому ты нас позвала? Да. Голгороса согласен, что это позволит Юджуа набраться боевого опыта. Короче, отдал парня в рабство девушке. Понял. Вы согласны ходить со мной на эти факультативные занятия? Да. Конечно, с удовольствием. Да, я тоже согласен. Хорошо. Я сообщу Академии, что мы официально принимаем это задание. Но пока можете собрать всё, что потребуется в походе. Конечно. Мы всё подготовим. Спасибо вам обоим. Что-то новенькое. А, я забыла кое о чём упомянуть. Мне нужно кое-что из лекарств. Купите их на столичном рынке. Предоставь это мне. Лучше доверишь её мне. На твоём месте я бы не давал их кири-то. Да в смысле? Эй, почему? Увидимся здесь, когда вернётесь с покупками. Лекарства можно купить в лавке в левой части рынка. Их продаёт женщина по имени Кизера. Понял. Ну, Закария это, считай, уже Центория. Ооо, всё, у нас уже пошли квестики. Основное задание. Воспоминания о былом. Воспоминания это, конечно, хорошо. Ооо, эта штука уже даёт 3-7 защита. Форма новичка. Допустим. Хм, 78 из 100. Так близко и в то же время так далеко. Эээ, Юджо, тебя забыли переодеть. Вроде бы как. А, да нет. А, да-да. Я просто забыл с него визуализацию снять. Точно. Каюсь, есть такое дело. Так, ну всё. Тут бегает один в неподходящей форме. Так что, Азур, считай, ты уже в Академии. Так, и что здесь за задание-то? Ух, как их немало. И ух, там сколько всего ещё. Так. Кому? Кому помощь? Тебе помощь. Уборщик. У меня плохое предчувствие. Ладно. Ай, ещё столько работы. Это вообще когда-нибудь закончится? Я полы мыть не буду. А чего такое? Ой, просто нужно выплыть сорняки. Но их тут так много. А в последнее время, как назло, у меня ноги болят. На, давай подсоблю немного. Правда, спасибо тебе большое. Я вот здесь пропалю. А ты, может, займёшь теми, что упал? Да без проблем. Хорошо. Хорошо, что такие хорошие ребят заходят. Ой, да всё ради награды, всё ради награды. Моя работа про полка, но я вас понял. Так, это вот это вот нужно. Ну да. Выплыть, 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 выплыть. Так, стой. О, кстати, можно с ним попол... Не. Я понял. Тоже, как-никак, работа. Почему нет? Сейчас денежку подзаработаем. Юджуа, отстань. Мы работаем. Некогда нам. Так, ну что, всё? Думаю, да. Потому что больше нету. Спасибо. Благодаря тебе всё выглядит намного опрятнее. Да мне было несложно. А, ты и правда очень хороший. Вот, это немного, но возьми. За работу. О, железная рут. Триста. Триста. Фига себе, немного. Спасибо. Вот сколько уборщики здесь зарабатывают, простите. Немного. Так, ещё один квестик здесь где-то. Первокурсник. Что же мне теперь делать? Чего-то не так? Одноклассник? Слушай, ты хорошо знаешь здешние места? Мне нужно купить руды, но я понятия не имею, где находится магазин. О, так я только что руду получил. Можешь нарисовать карту? А, конечно. С этим я помочь могу. Ах, хвала небесам. Столица огромная. Не то, что мой родной городок. И столько людей. Да за страшно. А улицы все почти одинаковые. Очень легко потеряться. Так что, если можно, нарисуй мне карту, как добраться до магазина с рудбой. Ага. Прибыть к отмеченной цели. Ага. Отмеченная цель где-то будет вон там. Хорошо. Возможно, мы сейчас, кстати, сможем броню какую-нибудь тебе скрафтить и меч. Почему бы и нет. Ага. Занимаются. Как ты вовремя. Можно попросить об одной услуге? Ну, зависит от того, что за услуга. А, я собираю для вас всех тренировочные манекены. Но у меня закончились материалы. Добыдешь мне их? Ну, конечно. Так, что нужно? У меня древесина, если что, есть. А я вставил в манекены красный камень. Теперь их будет непросто сломать. Рудушу можно и в магазине купить, разве нет? Я туда не пойду. С руководством магазина. Я не в ладах. Ага. Ладно. Принеси красные камни. Ага. Красный камень. Короче, и тот, и тот квест ведет нас к этому. К руде. К магазину руды. Так, а это чего? Ага. Ага. Все дороги ведут к магазину руды. Я понял. Да, площадь немаленькая. А, Фокси, ну ты перекачанный мышь. Чего? Эм, давно не виделись в Медина. Чего? Медина? Че, не смылась, да? Точно, это Медина. Ха. Ты упоминала, что тренируешься. Так что неудивительно, что мы встретились здесь. Хи-хи. А вы закончили? Я спешу. Мы так давно не виделись. Столько можно рассказать друг другу. Не представляю, о чем мы можем поговорить. Да ладно тебе. А мы постоянно тебя вспоминали. Да. Ага. Даже когда были увлечены турниром и жизнью стражников. Единственный океан, который они видели за долгое время. Мы все это время за тебя беспокоились. Я была с вами совсем недолго. Вы не обязаны со мной общаться. Медина, а что с тобой случилось? Смотри-ка, Гумберт. Она из семьи Артенанос. Опять эти убыли. А может они и простолюдины? Но это ужасно грубо. Дворяне бы к ней не подошли. А тут видимо в ее семье какое-то дело. Оно и понятно. Семья Артенанос. Выделяется даже среди других дворянских родов. Действительно. Надеюсь, мы будем проводить много времени вместе. Я тоже. Артенос и Жижек. Сначала твои слова сбили меня с толку, но спасибо, что похвалил мой род. Ой, Медина, не-не-не. Не те мрази. Идем, Гумберт. Итак, получается Медина дворянка. Именно. То есть она могла прийти на экзамен, не уча... Могла прийти на экзамен, не участвуя в турнире. И все-таки... Пойдем с следом, Кирита. Ага. Ненавижу, 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 ненавижу. вот кто ломает манекены ничего это вы кирита и юджила а мне потом как за камнями ходить чтобы починить извините слова райоса вывели меня из себя вот это да особенно этот последний удар как ты это сделала я не знаю я сама поняла что сделала это только когда увидела обломки ты видел меня в таком состоянии но расспрашиваешь только приемах он не станет думать о тебе хуже только потому что ты необычно себя вела да пожалуй это и правда не похоже на кирита вот ты где медина тебе что-то нужно я думаю нам с тобой надо еще раз все обсудить заходи ко мне после занятий ладно хорошо не нравится мне все это говно происходящее и кто он не ерунда так на один знакомый я серьезно правда ладно верю я тоже нет вы двое совсем не изменились что ностальгируешь попроще по-прошлому но можно и так сказать я рад что мы снова встретились медина да хорошо что ты с нами не нравится вообще мне то что происходит столичные удобства в столице центурии есть множество лавок существуют магазины оружия брони предметов и материалов ага так вот за этим я и пришел а если вам нужны услуги поковки гравировки смешиванию или готовки принесите материалы и деньги ремесленнику делайте это многократно чтобы поднять надежность ремесленника если у вас есть рецепт вы можете создать предмет не расходу очки ремесла окраска вы можете попросить ремесленника окрасить костюм изменив его цвет для окрашивания нужен краситель который можно приобрести у ремесленника в столице есть другие лавки так шоу в первую очередь меня интересует как раз таки ремесленник ну или торговец оружием тоже сойдет здравствуйте чавес приветствую железный меч ну стоп железный меч у меня же железный меч да да железная игла на нас рапира кинжал из клыка зверя такое булава катана кстати и двуручный меч покупать особо нечего материалом шкура глаз насекомого ветка дерева понятно тоже ничего особо интересного торговец едой вот это уже занятно оооо помните а вот эту вот и скачущего оленя ну блин давайте хотя бы одну купим просто чтобы было все по канону так что еще есть а еще один торговец едой а ну здесь ингредиенты только вот броня мне бы да в смысле лучше не надо продай не хочет понимаю так нам нужно вон туда но погодите туда потом подойдем а вот же торговец броней здесь тоже так и у можно с вами как-то пообщаться бакин вон рабочая одежда барин и она все хуже чем у меня я понимаю материалы материалы и материалы и еда а вы у нас аптео кстати аптекарь дома аптекарь тоже чет не особо разговорчивый ну да и нам нужно к торговцу инструментами она к нему сходим мы уже после небольшого перерыва буквально пять минут и продолжим